Это 13 выпуск Сектора Джаза. На этой неделе мы обновили Путина, испортилась погода в Петербурге, и джаз-клубы до сих пор закрыты. Самое время поговорить о Блюзе. Всем привет, это Дима Семенищев, и сегодня мы говорим о Блюзе. Что нам нужно знать о Блюзе? Блюз — это и стиль музыки, и музыкальная форма. И нас, конечно же, будет интересовать второе. Блюз — это базовая и чаще всего 12-тактовая форма. При этом ортодоксальный Блюз имеет всего три аккорда — тонический, субдоминантовый и доминантовый. И все эти аккорды и тоника, и субдоминанта, и доминанта выполнены в виде доминанта-сабтаккордов. И это абсолютно ломает все представления о классической гармонии, об академической музыке. И Блюз, как основа джаза, конечно же, очень много поменял в музыкальном мире. Давайте взглянем на гармонию ортодоксального Блюза. 12-тактов Блюза мы можем разделить на три группы по четыре. Первые четыре такта будут занимать аккорд тонический. Вторые четыре такта будут наполовину субдоминантовый, и вторая часть тоже тоническая. И последний четырех такт в нем будет аккорд доминантовый, субдоминантовый и тоника. Как бы это ни было парадоксально, но чаще всего вы можете услышать стандартный Блюзовый квадрат в такой музыке, которая называется Rock'n'Roll. И сейчас здесь появится видео из одного из моих любимейших фильмов. Это фильм «Назад в будущее». Молодой Марти Макфлай играет на дискотеке мелодию, которая называется Journey Be Good. И мы слышим, что в первых четырех тактах аккорд тонический, дальше в пятом и шестом субдоминанта, в седьмом и восьмом снова тоника, и в последнем четырех такт сначала доминанта, потом субдоминанта и снова тоника. И послушав творчество Чака Берри или молодого Элвиса, практически в каждой композиции вы будете слышать стандартный Блюзовый квадрат. Дальше давайте поговорим о том, как к Блюзовому квадрату отнеслись джазовые музыканты. Если взглянуть на первые четыре такта, то во втором такте появляется очень часто субдоминантовый аккорд. А в четвертом такте появляется посредительность вторая-пятая к аккорду субдоминантовому. Посмотрим на вторые четыре такта. В шестом такте очень часто появляется уменьшенный аккорд на четвертой повышенной, а в такте номер восемь шестая ступень, либо минорная, либо в виде аккорда доминантового. И последние четыре такта сначала второй минор или второй септ, пятый септ и в конце посредительность 1-6-2-5. Что сделали джазовые музыканты? Они соединили блюзовый квадрат и привычный им тюрнараунд. Что такое тюрнараунд? Дальше давайте поговорим об одном из самых известных и самых влиятельных джазовых музыкантов, о Чарли Паркере. У него есть такая мелодия, которая называется «Блюз фо Элис». Это тоже блюз, в нем также 12 тактов. Но что придумал Паркер? Первый аккорд он сделал уже не доминантовым, а мажорным. От такта номер 2 до такта номер 5 мы видим длинную квартоквинтовую посредительность к аккорду четвертой ступени. С такта номер 6 до такта номер 9 мы видим нисходящую хроматическую посредительность минорных аккордов и следующих за ними доминантовых. То есть посредительность 2-5-1, которая все время спускается на полтона. Мы видим 2-5-1 к низкому третьему мажору, 2-5-1 ко второй ступени, 2-5-1 к второй низкой и 2-5 уже к тонике. Следующий вид блюза, о котором нам нужно поговорить, это блюз минорный. И здесь мне приходят в голову такие мелодии, как «Мистер Писи» и «Джон Калтрейна», «Биркс Веркс» и «Дизи Гелеспи». В минорном блюзе тоник становится официально минорный. И, в общем-то, по структуре этот блюз максимально похож на блюз ортодоксальный с одним отличием. В последнем 4-такте мы видим посредительность низкая 6-5. Появление низкой 6-й является как бы тритоновой заменой 2-го минора. В определенный момент времени соединился блюз с повторяющимися басовыми рисунками, с басовыми рифами. И здесь мне сразу вспоминается мелодия Майлса Дэвиса «Оу-блюз». Это блюз на 6 четвертей. Он гармонически соединяет в себе ортодоксальный блюз и концовка очень похожа на блюз минорный. Также хочется вспомнить мелодию Вейна Шортера, которая называется «Footпринц». И это тоже блюз на 6 четвертей. И в нем тоже есть повторяющийся басовый рисунок. И если говорить о нем гармонически, то это, в общем-то, стандартный минорный блюз. Обязательно стоит упомянуть тему известнейшего контрабасиста Чарли Мингуса, которого называется «Goodbye, poor piehead». Это медленный 12-тактовый блюз. И о том, что это блюз, напоминает тоника в первом такте, субдоминанта в пятом. Но все, что мы видим между, это цепочка доминантовых аккордов, которые зачастую не разрешаются никуда или разрешаются в довольно далекие тональности. Но это до сих пор блюз. Не могу не вспомнить еще несколько тем. Одна из них — это блюзет Тутса Телеманса. Это блюз на 3 четверти. Он сыгран как бы в дубле. То есть в нем не 12 тактов, а 24. И здесь соединяются идеи из «Blus for Alice» Чарли Паркера. Но после ухода в субдоминанту мы видим уход в низкий третий мажор и в низкий второй мажор. И точно такую же идею мы видим, например, в мелодии Майлса Дэвиса, который называется «Солар». Это минорный 12 тактовый блюз, но в пятом такте мы уходим в четвертый мажор. А дальше мы видим ту же самую прогрессию. Кстати говоря, в первом альбоме моего квартета целых 4 блюза, но они все абсолютно разные. И здесь появится ссылочка на один из них. И мне интересно ваше мнение, к какому виду блюза вы бы его отнесли. И я хочу упомянуть еще об одной теме. Это тема известнейшего пианиста Херби Хэнкока, который называется «Water Melo Man». Это блюз, который состоит из 16 тактов за счет расширения и повторения последствий пятой и четвертой ступени. Если вам было интересно и полезно это видео, делитесь им со своими друзьями-музыкантами. До встречи через неделю. С вами был Дима Семенищев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok